Тренерский столик в хоккейной раздевалке команды «Меридиан» осиротел. Остались без своего гуру Владимира Петровича Боровикова и подростки 74-й школы, которые ходили к нему тренироваться и побеждали на турнире «Золотая шайба». Ивана Вильдяксова, как хоккеиста, разглядел Владимир Петрович, когда тот с друзьями катался на катке. Юноша вот уже пять лет успешно играет за «Меридиан» и выигрывает медали. Он как и тренер хороший, как человек. Много в нас вкладывал, считай, я вообще с нуля был. И он для меня многое сделал в хоккее. Детский хоккейный клуб «Меридиан» образовался в далеком 1972 году. Все это время им руководил один и тот же тренер – Боровиков. «Меридиан» считается довольно сильным клубом в регионе, неоднократный победитель и призер городских и областных соревнований, в том числе «Золотая шайба». Так было в советскую эпоху и в лихие девяностые, и сейчас. Все это время подростки с первого по девятый класс учились быть, как поется в известной хоккейной песне, настоящими мужчинами под руководством тренера Владимира Петровича. Если Владимир Петрович сравнивать с великими, то можно сравнить с Тарасовым, когда он на закате своей жизни занимался детьми, создавал «Золотую шайбу», такой замечательный клуб. Владимир Петрович для Самары, для Куйбышского он является нашим Тарасовым. В хоккейную команду «Меридиан» ходят тренироваться поколениями. Мальчишки и девчонки, которые играли в 70-е и 80-е годы прошлого века, сегодня приводят заниматься сюда спортом своих детей и внуков. Это человек эпохи, который действительно много-много лет вкладывал в мальчишек себя, свои знания, свои труды, свои эмоции. Он очень переживал на льду, когда мальчишки были на тренировках, он был очень эмоциональным. Конечно, это большая потеря. Федерация хоккей Самары совместно с родителями игроков команды «Меридиан» в память о легендарном тренере решили ежегодно проводить детский турнир-мемориал Владимира Петровича Боровикова. Первые соревнования, если позволит погода, состоятся уже этой зимой на родном льду «Меридиана» при 74-й школе. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.